И Несмальстан с Татарла, шушер Татар, вернусь, да? Мне очень приятно, что в этом замечательном историческом здании проходят татарские концерты. Здесь выступала Эльгенши, Мурат Мариан, самая любая народная артисты Татарстана, и много коллектива хороших, и много хороших слов говорилось с этой сценой. Мне очень приятно выступать в этом нашем татарском культурном центре. И я хочу предоставить слово замечательному человеку Хусарину Ануару Умаровичу. Председатель Калакстана. Прежде всего, когда я узнал, что предстоит концерт, посвященный 30-летию творческой деятельности, или Фатехова, ну, я думаю, что она будет у нас в заблуждении, разыгрывает или что-то в этом роде. Но после того, как Роза сегодня это подтвердила, я в этом уверился. Действительно, это так. Трудно в это поверить, но это так. Прежде чем несколько слов сказать о Неле, я бы хотел сказать, что для тех, кто знает Нелю давно, со времен Хаяла и даже, может быть, еще раньше, у нас такое было мнение, что Неля Фатехова и Роза Хабибулина не разделимы. Мы говорим Нелю Фатехову, подразумеваем Роза Хабибулина. Говорим Роза Хабибулина, подразумеваем Неля Фатехова. Но сегодня у нас юбиле, Неля, поэтому несколько слов о ней. Неля родилась и выросла в Москве в русскоязычной среде. И в этой русскоязычной среде стремление принести пользу своему народу, внести свой вклад в развитие и сохранение национальной культуры подвигло ее на многие и многие усилия. И результатом этих усилий стало признание, заслуженное признание ее. Она заслуженная артистка Российской Федерации. Она заслуженная артистка Республики Татарстан. Она лауреат многих фестивалей и конкурсов. И помимо заслуженных наград, не менее важно понимание и любовь зрительской аудитории, татарской зрительской аудитории. А то, что мы ее любим, я думаю, сейчас подтвердят тем, что она певица, она еще и автор. И действительно с этой сцены сегодня звучали и еще прозвучат много песен, которые вполне уже можно назвать челягиными, да? И я думаю, аудитория согласится. И мы в итоге видели уже творческий союз. Замечательный человек, замечательный автор, талантливый человек. Несвя Харисовна Каримова создала этому, ну я не знаю, как это назвать, если только были линии какой-нибудь фольклёв. Я думаю, что это уже троится что-нибудь сродни Ильи Мурмсу, Аняшу Попаевичу и на время Никитичу в татарском исполнении. И давайте пожелаем им и дальнейших успехов творческих. Нелли представляет татарскую, мусульманскую и российскую культуру за рубежом и делает это с большим успехом. Она создатель и руководитель ансамбля духовного песнопения Нинзина, который неоднократно выступал за рубежом по приглашению Министерства иностранных дел и других структур Российской Федерации. И вот один из послов одной из арабской стороны на приёме в честь этого коллектива, членом этого коллектива сказал, что они одним своим выступлением сделали для отношений этой арабской стороны с Российской Федерацией больше, чем официальные лица за 20 лет. И это, наверное, правильно. Культура близких народов, она сближает. Кроме того, Нелли ещё у нас и продюсер. Она организовала и провела в Москве несколько очень замечательных концертов, которые помнит зрительская аудитория. И одно то, что она, а не кто-то другой, ну, я не буду говорить, заставила, но, наверное, подвигла таких известных людей, как Надежда Бабкина, ансамбль «Нана» и Марат Башаров петь на татарском языке. Вот ещё, наверное, добавляю, что «Барановские бабушки». Я думаю, что это тоже надо суметь сделать. Поэтому, Нелли, будь здорова и счастлива. Мы тебя любим. Творческих тебе успехов. Рахмят Семен. А это память о том, что сегодняшний день от имени Алина Литата Татарского населения, культурного здания и татарской общественности. Спасибо. Спасибо.